Лесные пожары и борьба с ними. Именно эта тема стала предметом обсуждения членов Комитета по аграрной политике, охране окружающей среды, областного ЗАГС Собрания. По официальным данным, с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали примерно столько же возгораний, сколько и за аналогичный период прошлого года. Большинство ЧП произошли по вине граждан, неосторожно обращавшихся с огнём. Более 700 пожаров уже зарегистрировано с 1 апреля текущего года на территорию области, именно связанных с горением сухой травы и мусора. Как уже неоднократно говорилось и в средствах массовой информации, и население оповещалось, на сегодняшний день действует особый противопожарный режим, в рамках которого полностью на территории Ульянской области запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание травы, сжигание мусора. Только общими усилиями мы сможем снизить количество пожаров. Такая мысль была высказана на заседании профильного комитета регионального парламента. Важна не только профилактика, но и привлечение всех необходимых ресурсов, включая закупку техники для борьбы с огнём. Слаженная работа и постоянный контроль – это то, что не позволит допустить страшных последствий лесных пожаров, как в 2010 году, когда их количество превзошло средний показатель в два раза. На сегодняшний день мониторинг ежедневный. Координация работы, она в принципе понятна. Но, да, в любом деле всегда возникает «но» – организация взаимодействия. Первое. Бесспорно, есть функциональные задачи ведомственного министерства. Есть задачи, которые определены, ну, министерством чрезвычайных ситуаций. Есть ответственность муниципалитетов. Но примитивные, организационные меры в полном объёме не принимаются. Помимо мер, которые необходимо принять для более эффективного предотвращения ЧП, собравшиеся обсудили ход работ по лесовосстановлению, в том числе и территории пострадавших в 2010 году.